Ждете новые сюжеты? У вас есть интересные видеоматериалы? Присылайте их на электронную почту subscriber.ttsobaka.gmail.com и станьте соавтором проекта Travel Together. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция Электрозаводская. The next stage is Электрозаводская. Проезд в метро и на МЦК возможен только в маске и перчатке. Станция Электрозаводская. Конечная. Наземный переход на Арбатско-Патровскую линию. Выход к железнодорожной платформе Электрозаводская. Это Электрозаводская. Электрозаводская. Мэр столицы Сергей Собянин открыл станцию Электрозаводская Большой кольцевой линии метро. В какой день мы с вами собрались? 31 декабря в канун Нового года. Спасибо огромное за подарок, который вы сделали москвичам. Десятая станция Большой кольцевой линии. По сути дела треть работы завершена. Но еще очень важно, что сделан огромный задел. И практически больше 90% тоннелей Большой кольцевой линии пройдено. И две трети строительных работ выполнено. Так что задача следующего года по 10 станций Большой кольцевой линии запускать каждый год. Чтобы в основном к 2022 году закончить этот мегапроект. Огромный проект, которого ждут миллионы москвичей. Проект, который изменит во многом вообще все метро Москвы. Разгрузит радиальные направления. Сделает возможность связки между районами Москвы, которые до этого не были связаны. Улучшит качественно транспортную доступность Москвы. Огромное вам спасибо за ваш труд, сказал Собянин, обращаясь к присутствующим на открытии станции строителям и работникам метрополитена. У станции два вестибюля с выходом на Семеновскую набережную, железнодорожной станции, жилой и общественной застройки. Пассажирская зона станции двухуровневая, с четырьмя лестницами, которые ведут с платформы на верхний уровень, расположенный над паровым перегонным тоннелем. На одной из путевых стен станции разместили масштабное историческое панно «Битва героев» длиной 163 метра, на котором запечатлен собирательный образ защитника Древней Руси. Панно выполнено на стекле в технике многоцветной печати. Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, станцию «Электрозаводская» начали строить в 2016 году. В составе участка от станции «Нижегородская» до станции «Савеловская» большой кольцевой линии метро. Она расположена в Басманном районе вдоль Семеновской набережной, у примыкания к Казанскому направлению Московской железной дороги. До завершения строительства большой кольцевой линии станция будет работать в составе «Некрасовской линии». В рамках строительства на прилегающей территории выполнено благоустройство. Кроме того, в границах котлована станции возводится подземный паркинг на 64 машиноместа. Завершить работу по нему планируется в 2021 году. «Электрозаводская» станет пересадочной на станцию «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии метро и платформой «Электрозаводская» Казанского направления Московской железной дороги. Строительство подземной пересадки между станциями метро планируется завершить до конца 2022 года. На базе станции планируется создать транспортно-пересадочный узел, одним из главных объектов которого станет пешеходный мост через реку Яузу длиной около 85 метров, соединяющий Семеновскую и Рубцовскую набережные. Также в рамках создания ТПУ запланирована реконструкция улично-дорожной сети. «Электрозаводская» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok